Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник, в ходе которого мы разберем ту тему, которая наберет больше всего ваших голосов. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование буквально после этого эфира. Тема, которая приглянется вам, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Вебинар проходит в прямом эфире, поэтому обязательно найдите время на нем, присутствуете, будет возможность задать вопрос онлайн. И я со своей стороны с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы, потому что очень хочу, чтобы та информация, которую вы получали, соответствовала вашим запросам, помогала вам в вашей каждодневной торговой активности. В рамках этой недели какие отчеты будут представлять для нас особое внимание? Я предлагаю все-таки чуть-чуть размазать фокус нашего внимания в плане американской статистики и добавить к привычному перечню релизов еще и данные по рынку недвижимости в США. Потому что, на мой взгляд, рынок недвижимости сейчас будет выступать дополнительным индикативом того, как застройщики домохозяйства оценивают перспективу снижения ключевой процентной ставки. То есть, если мы будем видеть очевидный прогресс по отдельным компонентам и показателям рынка недвижимости, это будет повышать вероятность того, что ФРС пойдет на смягчение экономической политики. Ну или хорошо, по крайней мере, это будет отражать особую подготовку и застройщиков, и домохозяйцев, потому что смягчение экономической политики в Штатах – это уже неизбежный процесс, который начнется вот-вот. В среду будет опубликовано решение Банка Канады по ключевой процентной ставке. За канадским долларом мы следим, особенно после последнего релиза по индексу потребительских цен. На мой взгляд, очевидно, снижение инфляции значительно повысило вероятность очередного шага по коррекции ключевой процентной ставки. Я очень жду это заседание, потому что помимо того, что ожидаю и прогнозирую снижение ставки с 4,75% до 4,5%, но я фактически еще прогнозирую анонс со стороны регулятора о том, что снижение ставки продолжится до конца этого года, и в планах регулятора будет снизить ее до 4%. В общем, в среду точно особое внимание будет предоставлять канадский доллар, но ближе к делу поговорим о детали. В четверг будет очень много американской статистики. По сути, это день релизов из США, годовые данные по ВВП, американской экономике, первичные заявки на пособие по безработице и заказы на товары длительного пользования. И в пятницу также еще несколько релизов из США, которые помогут нам оценить потребительскую активность и понять о наличии либо сохранении предпосылок для продолжения дезинфицированного тренда. В пятницу выйдут данные по личным доходам, личным расходам и наиболее предпочтительные индикаторы ФРС в оценке текущей ситуации с инфляцией, индекс расходов на личное потребление. Поэтому неделя обещает быть интересной. Мы, безусловно, будем держать руку на пульсе и следить за каждой торговой сессией, за тем, какой новостной фон формируется в рамках дня и как он влияет на рыночные ожидания и те тенденции, которые сложились. Индекс доллара текущей котировки 104 пункта. Я за идею дальнейшего снижения, потому что новостной фон прошлого дня меня убедил в том, что эта идея на долгосрок практически беспроигрышна. Я не берусь сейчас судить о потенциале коррекционного, каткосрочного технического отскока, мы его, по сути, уже наблюдали. Но если оцениваете именно базу, тот фундамент, который спровоцировал ранее ослабление американского доллара, этот фундамент не изменился. Паул на конференции в Вашингтоне дал понять, что ставки будут снижены еще до достижения целевого показателя по инфляции. По сути, Паул подготовил нас к тому, что снижение процентной ставки возможно даже в рамках июльского заседания. Об этом ранее также говорили и эксперты, аналитики МОДИС. Есть предварительные индикаторы, которые подтверждают то, что индекс потребительских цен, который снижается три месяца подряд, скорее всего, сохранит эту тенденцию. Роничные продажи, показатель потребительской активности прошлого месяца, нулевая динамика, слабый рынок труда. Посмотрите на статистику по первичным заявкам на пособие по безработице. Две недели назад был зафиксирован рост на 243 тысячи со 223 тысячи. Я думаю, что эта тенденция в похожем формате сохранится и в рамках этой недели. Рыник недвижимости, на который я сделал акцент, опять же, показатель прошлой недели – это количество выданных разрешений на строительство. Позитивные тенденции, что также может быть дополнительным индикатором того, что потребители очень надеются, что ФРС снизит процентную ставку. Это поможет смягчить условия кредитования и, соответственно, может повысить спрос на ипотечные продукты, на недвижку в целом. И способствовать бусту данных, росту данного сектора и впоследствии экономики в целом. Трамп со своей идеей того, что только слабый доллар может обеспечить, повысить конкурентоспособность национальных производителей. От этого тоже сейчас не нужно отказываться как от аргумента, который будет способствовать снижению позиции американского доллара. Инструмент FedWatch Tool, который оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки. Если смотреть на сентябрьское заседание, пока что давайте июльское оставим в формате спекулятивного настроя и того, что что-то интересное может произойти. Но если говорить по факту, на основании цифр и тех ожиданий, которые присутствуют на рынке, то, конечно же, сентябрьское заседание американского регулятора здесь 97% вероятности того, что ФРС снизит ключевую процентную ставку. Поэтому, друзья, я за идею дальнейшего снижения американского доллара. Если у вас есть альтернативная точка зрения, обязательно пишите в комментариях, будет очень интересно с ней ознакомиться. Золото 1406 долларов за тройскую унцию. Все были предпосылки для того, чтобы золото после достижения нашей первой цели 2450 очень быстро улетело к психологической круглой планке 2500. Но вот что-то пошло не так, коррекционный откат доллара очень сильно надавил на отдельный рисковый инструмент и позволил, собственно, продавцам перехватить инициативу. По золоту мы снова вернулись в район поддержки 2400, сейчас котировки чуть повыше. Я в целом за идею дальнейшего роста рынка драгоценных металлов. Но единственное, что меня настораживает сейчас, постепенное изменение сантимента индекса рыночных настроений. Если оценивать расстановку сил большинства и меньшинства продавцов и покупателей, сейчас 62% в покупках. И если этот сантимент, показатель для доминирования покупателей перевалит за 70, нужно будет признать то, что прежде чем, опять же, отважится покупатель предпринять инициативу на дальнейший рост, эта инициатива может временно перейти к продавцам. Но давайте не будем каркать, если среди вас есть те покупатели, я надеюсь, что сантимент не развернется настолько, что станет очевидно, что дальше только лишь один путь это вниз. Слабый доллар, стабильный показатель доходности американских облигаций, который периодически управляет локальный минимум, даже сейчас показатель 4,20% и ничего не стоит ему на каком-нибудь следующем отчете США уйти ниже планки 4,2%. И это будет способствовать росту рынка драгоценных металлов. Фонд против доллара 1,2920, здесь я за идею дальнейшего роста. После данных по рынку труда 7 отчетов, после индекса потребительских цен, базовое значение 3,5% выше целевого ориентира. Высокие показатели по темпам роста средней заработной платы, да, темпы замедляются, но все равно фактические показатели, если ориентироваться на годовой эквивалент, 5,7% это то, что будет способствовать сохранению инфляции повышенной. И на этой неделе выйдут данные в среду, по-моему, по индексам активности производственного сектора и сферы услуг. Очень рассчитываю на то, что мы увидим хорошие показатели по сфере услуг, потому что это тоже будет еще одним индикативом того, что инфляция может более продолжительный период времени оставаться выше целевых ориентиров Банка Англии. Рынок сейчас скептически оценивает вероятность снижения ставки в рамках лета, и максимум ориентируется только на сентябрь, либо даже на конец года. И в этой связи, я думаю, что фунт может неплохо еще подрасти и уж точно превысить банку 1,30. Доллар канадец 1,3730, как уже отметил заседание Банка Канады, высокая вероятность снижения ключевой процентной ставки, потенциальное очень сильное давление на канадский доллар. Ставку снизит, я думаю, что это без сомнения, потому что инфляция значительно ниже целевого ориентира в 3% для канадского регулятора. В прошлом месяце индекс потребительских цен скорректировался с 2,9% до 2,7%. Поэтому в текущих условиях нужно стимулировать экономический рост, потому что канадская экономика в этом нуждается. Ну а канадская валюта должна логичным образом реагировать на такое решение через исключительную слабость. Поэтому доллар канадец 1,3730 текущей котировки. Ждем, друзья, закрепление пары выше уровня 1,3780. Доллар иена 157,40. 31 июля состоит заседание Банка Японии. Сможет ли Банк Японии позволить себе повысить процентную ставку? Наверное, на текущем этапе нет. Но он может пообещать нам, что сделает это, например, в начале осени. Тем более, что у нас уже два месяца подряд рост инфляции в Японии базовых потребительских цен в прошлом месяце подрос с 2,5% до 2,6%. Поэтому в целом риторика регулятора может быть все более жесткой. Ну и как минимум мы ориентируемся и ждем сокращения объемов программы количественного смягчения. И не забываем про то, что интервенции, которые однажды были задействованы в качестве инструмента давления на спекулянтов, это то, что все еще остается в арсенале японского регулятора. И с большой долей вероятности мы, скорее всего, пойдем существенно ниже текущих значений, нежели чем основу будем тестировать максимальные уровни или, можно сказать, даже рекордные показатели за все время. Целевой ориентир 155 и потенциально ниже. Друзья, также рекомендую обратить внимание на эфириум, который сейчас торгуется на отметке 3513 долларов за одну монету. Мы фактически ждем финальное решение от SEC по запуску ETF на основе эфириума. Это решение будет принято уже в ближайшей торговой сессии и, конечно же, без оптимизма рынок это не оставит. Поэтому я предлагаю в отношении эфириума мыслить амбициозно и смотреть уже на потенциал движения в район 4000 и выше. Здесь оценка исключительно позитивная. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии, конечно же, всей недели. Всем пока.